Дай почитать. Это материальная и духовная пища. Чайное дерево появилось около 7-8 миллионов лет назад. А 5 тысяч лет назад чай был открыт человек. Существует предание о том, как легендарный Шэнь Нун, мифический персонаж, перепробовал в качестве эксперимента 72 вида диких трав, отравившись одной из них. Он уже собирался отправиться к праотцам, сел под дерево и вдруг почувствовал, что на него падают листья. Терять ему было нечего, и он попробовал 73-е растение и излечился. Головокружение ослабло, сухость во рту исчезла, а не менее языка отступило. Это был чай. И сразу стало понятно, что чай не только напиток, но и лекарство. С тех пор он занимает почетное место среди ста целебных трав, признанных китайскими врачевателями. Постепенно чай стал для поэтов и литераторов источником вдохновения. Образованные люди сопровождали чаепитием беседы сокровенным, а даосы с помощью чая приумножали чистоту и изгоняли хаос. А затем в 780 году монах Лу Юй напечатал свой известный труд «Чайный канон». В нем 30 свитков, которые делятся на 10 глав и содержат свыше 7000 иероглифов. Так в главе «Чайная утварь» упоминается 23 чайные принадлежности. При этом Лу Юй называет воду матерью чая, а чайную утварь – отцом чая. Правда, не совсем ясно, что в совокупности считать отцом 23 предмета или каждый в отдельности. Дорогие слушатели, вы можете это узнать, если прочитаете книгу Ван Сюй Фен «История чая человека в фактах, легендах, литературе и произведениях искусства». Установились правила чайной церемонии и параллельно слагались стихи «Я не хочу омрачать настроение друзей своими тяжелыми думами. Давайте заварим свежий чай на новом огне». А ведь правда, зачем нужны пилюли, если можно исцелиться семью чашками густого крепкого чая? Считается, что чай – это в высшей мере чистое и непорочное растение. В Древнем Китае девочек-подростков называли «чаинками». Как объяснить невинность чая? Никак. Это как любовь между мужчиной и женщиной. Можно ощутить только сердцем. А если девушка выпила чай, предложенный женихом или ее родней, она обязательно выходит за жениха замуж. Кстати, чай может дарить только мужчина-женщине и никогда наоборот. А какие поэтические названия у сортов чая? Чай из ладони бессмертного. Крылья цикады. Золотой слиток. Пурпурные ростки бамбука. Лучезарный жемчуг. Ван Сюйфен с любовью и восхищением описывает чайную церемонию, посуду, жизнь выдающихся любителей чая, основные сорта чая и его историю проникновения в Россию и Европу. А может быть, она права? И чтобы воцарился мир и безмятежность, нальем себе свежего чая, чтобы лучше понять и себя, и душу чая. До новых встреч. Дай почитать. Дай почитать.